Приветствую вас, давайте разберём ваши вопросы. На почве стресса напряжённая работа по 14 часов, там, где и проблемы с начальством, и неуважением коллег. На фоне отношений с парнем, алкоголем, один телефон я разбила и выкинула в воду, второй просто выкинула в воду, третий обшивряла раз пять об асфальт и об стену, пыталась погнуть, но мама остановила вовремя, и он целый, и экран целый. Я очень жалею об этом, и денег на новый уже бы не было, а еще четыре павли очков солнцезащитных поломало. Что со мной, как перестать отрываться на дорогих и ценных вещах? Смотрите, ваш вопрос идеальный показатель того, как мне видится, что ответы находятся в вопросе. Нет, это совершенно не означает, что вам не надо было задавать свой вопрос. Но это говорит о том, что если бы вы немножечко были бы чуть-чуть повнимательнее, вы бы увидели, в общем и целом, что все ответы, а если у вас, они уже у вас есть, все ответы. Ну, конечно, понятно, что вы этого не видите. Иначе бы вы... Ну, иначе бы вы само собой, наверное, или не задали бы его вообще. Или бы... Как-то спросили бы, может быть, по-другому. Ладно. Но, тем не менее, суть остается сутью. И заключается она в том, это суть... Что? Давайте подумаем, вот что бы было... Что бы было? Если бы вы этого не сделали. Что бы с вами было? Я скажу, что с вами бы было. Если бы вы этого не сделали, то вы бы, скорее всего, или заболели бы. Или бы у вас началась... Аутоагрессия. Вот. То есть вы начали бы агрессировать на саму себя. Для вас на данный момент разбить вещь, дорогую, ценную вещь. Означает, по сути дела, ну, на мой взгляд, заявить о себе. Проявить себя. Почувствовать, что вы значимы. Потому что нигде больше значимы вы себя не чувствуете. нигде больше значимы вы себя не ощущаете. К сожалению. Кроме того, на мой взгляд, ситуация заключается в том, еще, что вы хотите вызвать у себя, чувство вины, как мне кажется, чувство вины. То есть вы как-то, ну, как-то вот считаете, да, вы как-то полагаете, в глубине души, что делаете что-то неправильное, что вы делаете что-то плохое. Понимаете, да? И в этом тоже заключена ваша такая проблематика. Как мне кажется. Она заключается в том, что в глубине души вы в себе неуверены. И все. Поэтому у вас очень много агрессии связано с тем, что вы пропускаете нарушение ваших личных границ. Вот. Связано с тем, что вы не замечаете своих чувств, что вы не замечаете своих желаний, что вы не замечаете, например, того, что вам не нравится, что вы не замечаете каких-то, ну, какого-то, например, протеста, допустим. Вот. Вы этого всего, как мне кажется, не замечаете. и это серьезная проблема. В том смысле, что вы не привыкли к себе прислушиваться, судя по всему. Вы не привыкли относиться к себе как-то, ну, бережно, как-то бережно, что ли. Вы не привыкли к всему этому, к сожалению. и в этом ваши трудности. Как мне видится. Понимаете, да? В чем стук? так. Вот. Эту проблему, как мне кажется, и нужно решать. для того, чтобы вы имели возможность быть собой. В большей степени чем выезд сейчас ну, на данный момент. вот. Вот. Как-то так это и работает, на мой взгляд. чтобы чтобы вам перестать как ну, как как вы говорите отрываться на дорогих вам вещах вам необходимо научиться слышать себя, заботиться о себе и подробно разбирать историю, которую вы описали. Выправлять и фиксировать отношения на работе, отношения с парнем и так далее. Все это решаемо. То есть, по сути, я говорю о псих... эм... о психотерапии сначала. на данный момент. Я говорю именно об этом. о психотерапии. психотерапии. А, ну, я не знаю интересно ли вам это или нет. Вот. потому что потому что вы ничего об этом не пишите. Вы ничего не пишите. Об этом ничего не не говорите. на эту тему. не пишите. Ну, тем не менее, вот как-то так я бы вам ответил. В данном случае. не пишите. То есть, это вот попальная такая невнимательность к... себе. у вас. по моему мнению. такая вот попальная попальная вы себя забиваете, забиваете на себя. попально. вот отсюда агрессия как единственный способ остаться собой на мой взгляд так. И на мой взгляд абсолютно невозможно вас за это винить. Мне по крайней мере так это видится. То есть, нельзя винить человека, который по сути использует последние любые способы для того, чтобы остаться сами с собой. Как-то как-то так. Даже то, что вы спрашиваете по поводу того как перестать отрываться на вещах. А даже это говорит о том на мой взгляд что вы пытаетесь себя снова зажать. Вот. На сегодняшний день как мне видится пытаться 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 по моему мнению по поводу чего-то не делать. по моему мнению это не ничего хорошего из этого не получится. как мне кажется по крайней мере. Абсолютно ничего хорош. хорош. Но если вы помимо того, что собственно вот не будете ничего делать на данный момент если вы еще пребом займетесь психотерапией твоей да, то ситуация возможно для вас обернется лучше. вот как-то как-то так я бы вам ответил с точки зрения психологии с точки зрения психотерапии с точки зрения своего опыта который у меня есть и сочинение своих психотерапии вот на самом деле к вам очень много сочувствия из ну когда я вот считал ваш текст вот очень много сочувствия к вам очень много боли чувствуется в том что вы пишете и в том как вы это пишете вот поэтому хочется правда вам помочь не но для этого нужна индивидуальная работа а я не знаю абсолютно не знаю готовы ли вы к ней или нет на этом все я надеюсь что вам это было полезно интересно я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать над собой работу позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии для психотерапии если вы в ней заинтересованы а вам я хочу пожелать всего самого доброго удачи обращайтесь за помощью, вам эта помощь пригодится, она вам, на мой взгляд, необходима сейчас, потому что если на, если с ситуацией ничего не делать, то она, эта ситуация, не изменится, она, эта ситуация, останется такой же, вот, и вы продолжите ломать вещи и корить себя за это, винить себя за это, как вы это делаете сейчас, вот, плюс-минус успешно, вот, поэтому в этом смысле, всё просто, вам нужно меняться, вот. Другой вопрос, хотите ли вы меняться, другой вопрос, готовы ли вы меняться, другой вопрос, интересно ли вам меняться. Это всё вопросы, на которые у меня, на данный момент, нет ответа, абсолютно, этот ответ есть у вас, поэтому дайте его и будет видно. Всего вам самого доброго, обращайтесь. Спасибо вас, друзья. Спасибо. Blood to số. Продолжение следует...